Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие! И сегодня, сегодня мне удалось снова взять машину Винченцо, потому что он сегодня белит, белит, миленький такой, делает побелку нашей комнаты и гостевой комнаты, потому что мы уже вставили окошки и, наконец-то, доделали камин. Я вам потом покажу, как он функционирует. И он теперь уже нормально, нормально, нормально функционирует и теряет весь дым. Уже никакого дыма у нас в квартире не бывает. А сегодня, сегодня я еду в банк по делам и такие у нас есть вот сервис, где работают индианы, потому что вот сейчас как-то итальянский сервис уже ушел. Только вот на моду он рассчитан и на такие, чтобы ботиночки всякие покупать и одежду. Но в основном здесь какой бизнес у нас? Китайский. Вот это индианы или пакистаны, как они себя называют. И вот все в основном. Китайский. Что у нас из китайского бизнеса здесь? Магазины китайские, потому что палатки китайские уже почти все позакрывались. Остались только большие магазины, вот как возле нашего дома. Такой Яма-Май, где я время от времени покупаю воздушные шарики и отправляю в небо с желаниями. Но еще по мелочи. Еще парикмахерские китайские, потому что они в цене намного ниже, чем итальянские. И работают мастера даже итальянские, в китайских парикмахерских. Еще какие у нас? Сартурии, как они называют. Где-то подшить что-нибудь. В основном не шьют, а вот именно подшить. Потому что итальянки, женщины, они ничего не делают такого. То есть если у них где-то что-то разорвалось или нужно джинсы подшить, они вот несут вот в эти сартурии, чтобы это все подшить. Поэтому это здесь очень распространенный такой бизнес. И это тоже делают китайцы. А Пакистаны? Пакистаны что они делают? Они вот продают в основном. У них сервис телефонный. Ну и всякие планшеты, компьютеры и так далее. Там они кустоди, вот эти вот обложки продают. Ну и всякую-всякую мелочь, которая может понадобиться в телефоне. А мне обязательно-обязательно нужно сегодня к ним сходить. Потому что у моей внучечки-милашки день рождения уже 2 февраля. Как обычно в это время, сегодня мне пришло напоминание, что в это время я была в России. И потому что обычно на ее день рождения я присутствую в России. В этот раз, дорогие мои, я сегодня купила билет не я сама, а мой сын. А Лёжа мне помог в этом, потому что как же тяжело с итальянцами работать, дорогие мои. Кажется, что у них все здесь налажено. На самом деле наоборот. У меня есть кредитная карточка в банке почты. И я, как обычно, пользовалась ей при покупке билета. Сегодня, но это уже началось неделю назад, потому что я узнала, что S7 у нас из Пизы делает прямой рейс. Начиная с 7 марта. И, конечно, я думаю, ага, скорее надо брать. Потому что пока еще никто не знает, мало кто знает. Потому что потом билеты подорожают. И я решила поехать 14 марта, потому что 12 марта у меня, дорогие мои, день рождения. Ну и день рождения, конечно, хочется отметить свинченцы, потому что дети я не хочу трогать, чтобы они еще подарки мне покупали. Я им в основном подарки покупаю. И зачем это надо, чтобы они потом обратно мне их, так сказать, дарили. Ну, в общем, у меня такое основное все есть. А что-то, подарочек какой-нибудь интересный мне подарит Винченца. Ну и мы с ним, конечно, это дело отметим. А 14 марта я уже с удовольствием, потому что эти рейсы только по воскресеньям летают. То есть 14 марта я уже с удовольствием поеду в Россию, дорогие мои. И это будет здорово. То есть в этот раз мы отметим не Милашкин день рождения, а отметим день рождения мой. Даже если я немножечко попозже приеду, в воскресенье уже все освободятся от своих работ. У всех будет выходной, и в воскресенье вечером я буду задавать торт. В этом году мне уже исполняется 59 лет. Ну и в общем, а на Милашкин день рождения я хочу ей подарить таблет. Или как у нас называется, уже не помню. Но не важно. Короче, смысл один и тот же. Сейчас я хочу поменять стекло. И, конечно, поменять обложку. Она любит у нас розовый цвет. И вот розовый цвет я ей и поменяю. В общем, такие дела. В общем, сегодня у меня такой продуктивный денечек. Но очень радостный. Главное, что у меня есть билет, дорогие мои. Мне сделал билет Алеша. Сейчас найду парковочку. Конечно, сейчас уже все проснулись, поэтому парковку немножко найти будет сложновато. Но я найду. На велосипеде сегодня ехать не захотела, потому что очень-очень-очень сильный ветер сегодня. Сегодня такой ветер, что мам не горюй. И вот такое дело. Вот как раз машинка уезжает или она паркуется. Ну ладно, я вот сюда припаркую, и все будет хорошо. Дорогие мои, мне повезло. Вот моя машинка стоит. Я припарковала прямо возле банка. Вот он такой банк мой, кредит агриклый. И вот рынок. Сейчас я сделаю себе билет, потому что у нас здесь парковка сейчас платная. Но на этой улице полчаса можно сделать бесплатно. Сейчас я вам покажу, как это все делается. То есть вот такой вот токометр. Я просто делаю номер, как свои машины. 722 у меня номер. И нажимаю на кнопочку. И должен у меня высвечиваться билетик. Вот билетик у меня высвечивается. Полчаса у меня получился бесплатно. Или, как говорится, gratis. Вот оно. В 11.58. Сейчас 11.29. То есть полчаса у меня gratis. Билетик я обязательно должна сломать под стекло. Потому что, как вы видите, уже полиция ходит и смотрит, кто заплатил, а кто не заплатил. Поэтому я хитренькая. Пусть полчаса. Бесплатно. Но он обязательно должен вот так вот под стеклом лежать. А вот они, две девочки в масочках. Но очень они злые. Поэтому шлепают по счету раз, чтобы должны платить штраф. А у меня полчаса бесплатно. И вот он мой билетик лежит на машиночке. Ага. Тетеньки у нас из полиции тут. Мам, не горюй. Дорогие мои, сегодня я уже сделала свои проплаты в банке, которые я должна была сделать. Я их сделала, ну, на наш кондоминиум заплатила. Потому что здесь кондоминиум дорогой, дорогие мои. По 100 евро в месяц приблизительно мы платим. Но это еще только кондоминиум. А еще нам нужно сделать фасад и крышу. Это уже отдельные проплаты. И там они нам перешли, потому что мы купили квартиру на Асты, так сказать, через молоток. И поэтому все вот эти долги, которые были, они к нам пришли, мои хорошие. А сейчас иду по улице и смотрю, как тут люди ходят. Конечно, все в масках. Но вот эта сеньора мне очень понравилась, как она элегантно одета. Хотя ей уже где-то лет под 80, дорогие мои. Ну, в общем, вот такая вот у нас улица. Люди ходят спокойно. Все в масках. Ну, и полиция штрафы мулюет. Вот мне нравится такой магазинчик, где все для дома, для семьи. Очень мне он нравится. Ну, здесь, конечно, немножечко дорогие. Это дорого все, но есть скидки. Поэтому время от времени я сюда тоже захожу. И купила здесь одну сковородку желтую. Очень красивую. Ну, и вот такая у нас улица, по которой можно ходить только пешком. Вот эта девочка, которая едет на велосипеде, ее полиция должна, по идее, оштрафовать. Ну, штрафовать здесь никто не штрафует. Просто предупреждает. Ну, как я уже говорила, везде скидки здесь. Но сейчас я идут целенаправленно вот в этот магазинчик, который я говорила. Здесь Пакистаны, Индианы. Его открывают, и я сюда часто обращаюсь. Здесь вот все. Мне они должны помочь. Все, дорогие мои, я уже все поделала. А здесь у нас скидки даже до 70%. В следующий раз пойдем по магазинчикам, потому что давно мы не ходили. Здесь обалденные сумки продаются. Я их обожаю. Здесь все кожаное. Кожей пахнет 30% на все сумочки. Смотрите, какая красотища. Обалденная. Ну, и, конечно, чемоданы. Чемоданы я тоже обожаю. Но в этот раз я поеду только с 10-килограммом вот таким типа чемоданчиком. Ну, у меня вот такой похож. А вот еще какие сумки всякие разные. Красота какая. Обожаю всякую кожу. И сумки тоже обожаю. Ну, конечно, собаки везде ходят. А этот собакник еще и денежки просит для своих собак. Очень нравится то, что бары открыты, дорогие мои. Смотрите, какая приятная картина, как мы трое уже в такие возрасте. Сеньоры пьют аперитивчики, потому что скоро обеденное время. Аперитивчики любят здесь пить. Конечно, это такое. Ну, и очки вот у нас тут есть. Ну, и обувь. Обувь, конечно, здесь тоже очень удобная. Это для таких вот пожилого возраста. Ну, сейчас удобную обувь любят все. Не только в пожилом. Практически уже на шпильках не ходит никто. Ну, и рынок, конечно, со всеми красивыми этими вот все сапожки. И ботиночки зимние идут по скидочке. И, конечно, очень удобно. Их сейчас очень выгодно покупать. В общем, все, что я запланировала на сегодня, я уже сделала. А сейчас покажу вот в бар, где сидят люди, которые пьют аперитивчик. И сейчас мы будем приезжать еще один бар, где очень-очень вкусные делают дольче. Сладкие пирожные, которые я тоже обожаю. Вот этот бар по Талане. Здесь тоже очень вкусные пирожные. И сегодня у нас желтая зона, дорогие мои. И это счастье. Потому что, потому что можно спокойненько в баре сидеть. Не просто кофе на вынос, но еще и в баре можно сидеть. А здесь вот супермаркет. И, конечно, возле каждого супермаркета один какой-нибудь негр стоит, просит подаяние. Это тоже в Италии есть. Но подаяние просит на кофе. Не на кусочек хлебушка, а на кофе. А вчера возле нашего супермаркета, дорогие мои, я хотела похвастаться. У меня случился такой случай. Короче, я взяла эту кареллу, как они говорят, куда накладывать всякие продукты. И с этой кареллы я уже все положила в машину и везу ее ставить на ее стоянку. А поскольку она платная, туда нужно совать хотя бы один евро. И один из румын, мужчина в полном расцвете сил, такой молодой красавец, у меня говорит, ой, сеньора, можно мне вашу кареллу, потому что я хочу оттуда денежку вынуть мне на кофе. А я ему и говорю, дорогой мой, ты мужчина, ты должен мне кофе, офрились, как они говорят, угостить меня кофе, потому что я женщина. И он говорит, ой, скуза, скуза, я прошу прощения, вытаскивает 20 копеек. И хотел мне их дать. Говорю, ладно, оставь себе, но больше ко мне с такими вопросами не подходи, потому что ты мужчина в полном расцвете сил. Вот такие вот каузы встречаются у нас в Италии, дорогие мои. Мужчины в полном расцвете сил просят у женщин денег на кофе. Я считаю, что это очень-очень-очень стыдно. Конечно, не итальянцы. Хотя и среди итальянцев тоже такое может случиться. Особенно те, которые с собаками ходят, возьмут себе по 10 собак, и потом просят подаяние, типа, у нас собак нечем кормить. В общем, такое может случаться и везде. И даже у нас есть один такой мужчина без осуждений. Он тоже пенсионер, потому что в Италии пенсии есть. То есть даже, ну вот как мы видим сейчас еще один магазинчик. В общем, возле каждого магазина, возле каждого супермаркета и возле каждого бара хоть один негр или один румын есть, который просит деньги на кофе. На чашку кофе. Потому что вы так ли попить кофе, это все равно, что съесть кусочек хлебушка. В общем, вот такие вот у нас тут законы. А сейчас я возвращаюсь домой, потому что я с удовольствием, я радостная. Я успела все сделать и в банке. И вот этот мальчик мне, который Пакистан, он мне приделал стекла на телефон новиченцевский. И на мой таблет, который я потом подарю моей любимой, миленькой такой милашке. Потому что я ей обещала на 7 лет, я ей подарю таблет с розовым чехольчиком. Потому что она у нас девочка розовенькая, она любит очень розовый цвет. Вот именно розовый чехольчик я ей и сделала. То есть, дорогие мои, мечты сбываются даже в таком вот маленьком плане. А сейчас наша дорога домой. Я думаю, что Винченц там уже все побелил. Ну, даже если не побелил, ничего страшного, подождем. Еще раз включили камин. Он уже наш, такой миленький, работает. Работает вовсю. Тяга хорошая. И я думаю, что сегодня, максимум завтра, мы уже в этом камине будем делать нашу бестейку. Будем делать наш стейк ферентина. Это здорово, потому что я обожаю камин. И Винченц тоже обожает. Тем более, что у нас есть такое кресло-качалка, которое нам от бабушки досталось. И возле этого камина с удовольствием и я, и он. Мы в этой кресло-качалке сидим. И можно и какой-то фильм на компьютере посмотреть, и книжечку почитать. И вообще, это очень-очень-очень здорово. Вот мы приезжаем. Еще один китайский ресторан. Китайские рестораны здесь тоже в популярности. Но сейчас, во время кризиса, некоторые тоже позакрывались, потому что очень большой период был, когда рестораны были просто закрыты. Сейчас они у нас, желтая зона, не могут работать в обеденный перерыв. Но, в смысле, до 6 часов вечера. Но, конечно, это тоже мало. То есть нормальный ресторан в таком периоде, в таком темпе, конечно, не сможет себя окупить. Поэтому в это время очень много, к сожалению, к большому сожалению, ресторанов закрываются. Ну, в общем, я подъезжаю к дому. Желаю вам счастья, радости, любви. С вами Ольга, дорогие мои. Крашу, крашу я заборы, и солнышко тоже выглянуло.